Ауду بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وبهين السلام, وحوى خيرу ناصرين ومؤين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, дорогие братья и сестры. Итак, продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросам идеологии. На прошлых занятиях мы говорили о предопределении, о када и кадар. Дали определение этим понятиям, разъяснили, в чем их смысл. И также коснулись вопроса связи данного явления с свободой воли человека. Какую связь предопределения играет по отношению к свободе воли человека? И мы говорили о том, что када и кадар означает, что единый Бог является единственным инженером бытия, единственным инженером человеческой истории. Он предопределяет, он двигает эту историю, он определяет ход ее, он передает ей конечную цель. И также означает, что то, что предопределено им, является неотвратимым, является непременным, произойдет вне всякого сомнения. И не может быть альтернативного пути, альтернативное развитие, в том числе человеческого общества, человеческой истории, просто-напросто невозможно. И говоря о том, какую роль эти убеждения играют по отношению к свободе воли, мы сказали, что свобода воли сохраняется, что человек обладает свободой воли, несмотря на убеждения в предопределенность. Дело в том, что мы говорили об этом, Дело в том, что Бог планирует, Бог ставит цели и планирует бытие, планирует ход человеческой истории в соответствии с причинами и их следствиями. Бог использует сильные причины для достижения тех или иных следствий. И одним из причин является выбор человека, воля человека. Значит, Бог использует воли человека, не лишая человека воли, не лишая человека свободы, Бог использует эту волю для достижения своих целей, для достижения тех целей, для которых Он создал человечество. И таким образом, ни коим образом, ни в коем случае данные убеждения в Акадар и Акадар не противоречат свободе воли человека. Давайте попробуем более подробно, более примерно об этом поговорить. Как же Бог использует волю человека в тех или иных целях? Мы говорили о том, что человек, обладая свободой воли, желает не только совершения чего-то доброго, чего-то светлого. Порой желает и чего-то предосудительного, чего-то запрещенного Богом. Желает совершить преступление и более того, совершает. Как же Бог может использовать теоретически? Давайте просуждаем об этом. Бог может использовать подобные явления для того, чтобы воспитывать человеческого общества, например. Воспитывать в определенном духе, нужном ему, нужном его плану. Или же Бог может, приведем примеры из других областей, из других сфер, Бог может использовать того или иного человека, который совершает благие поступки, и подтолкнуть его через течение обстоятельств к самосовершенствованию, саморазвитию. И таким образом сыграть в той или иной сфере ту или иную роль, ту или иную нужную для достижения, для достижения поставленных Богом целей. И это, конечно же, очень тонкое планирование. Это предвидение, это учитывание всех мельчайших деталей и мельчайших и малейших факторов, малейших причин и их следствий. И это, конечно же, доступно только Ему, единственному всезнающему, всемогущему Богу. И Он через свое всемогущество, через все знания достигает этих целей. И это, конечно же, играет, необходимо обратить внимание, что это убеждение играет в воспитании человека высочайшую роль. Верующие люди, люди божественные, обретают особую надежду, обретают особый смысл своей жизни. А те люди, которые поднимаются на войну с Богом, на войну с божественными ценностями, на войну с верующими, с посланниками и пророками единого Бога, они, осознав эту действительность, теряют всякую надежду на исход и плодотворность своей борьбы, теряют надежду на победу. Они полностью обезоруживаются морально и идеологически. И это играет роль, величайшую роль для верующих, для саморазвития, самосовершенствования верующих. И проблема многих из нас, верующих, мусульман, заключается именно в том, что мы не обращаем внимания на эту особенность бытия. Мы забываем об этом принципе исламской идеологии. Забываем о том, что все находится в руках Бога. И ничего, абсолютно ничего не происходит без воли Бога на то. И также необходимо помнить, что нет ни одного события, не происходит ничего, в том числе в человеческом обществе, что не соответствовало бы божественным целям. А божественная цель, касающаяся людей и человеческого общества, это развитие человека, совершенствование человека, возвышение человека. Через все эти события в той или иной мире Бог стремится возвысить человека. Конечно же, теряют и терпят убыток те люди, которые поднимаются на борьбу с Богом. И все, что происходит, является наказанием для них. Поэтому верующему человеку важно помнить об этом. И веруя, стремится к Богу и стремится к совершению благих деяний. Вне зависимости, насколько хорошо это у него получается. Он должен надеяться и полагаться на единого Бога. Потому что все находится в руках единого, всемогущего, всезнающего, всемилостивого Бога. Итак, давайте коснемся еще одного очень важного вопроса, который является частью исламской идеологии. Это вопрос, который на арабском языке называется беда. Это слово довольно-таки трудно перевести на русский язык. Означает оно следующее. В словаре беда означает проявление того, что ранее было в сокрытии. Проявление того, что было ранее в сокрытии. Например, приведем один пример и через этот пример попробуем объяснить, что из себя представляет беда. Представьте себе водителя, который находится за рулем, и перед ним находится, например, какой-либо предмет, какая-либо преграда. Например, находится КАМАЗ или автобус. Естественно, то, что находится за автобусом или КАМАЗом, ему не видно. Он не знает, что за этим транспортом находится. Но если он обгонит автобус, например, то ему откроется вид, и он увидит, что находится, например, другая машина. И этот процесс называется беда. То есть до того, как обогнать автобус, водителю не видно было, что находится перед автобусом. Но обогнав, эта скрытая от него вещь, скрытая вещь, скрытая машина, стала явной, проявилась для него. Это словарное значение слова беда. Беда можно перевести как проявление, проявление скрытого. Проявление ранее скрытого, если хотите. Этот вопрос является, беда является одним из исламских убеждений, относительно которого имеются указания в откровении, имеются указания, в том числе и в преданиях, в священном Коране имеются указания в преданиях от непорочных, от его светлости правоку Мухаммада, или же других непорочных и наместников его светлости, посланника Аллаха. И этот вопрос имеет очень тесное и прямое отношение к ранее обсуждаемому вопросу, к вопросу о предопределении. Итак, что означает беда? Беда означает, что человек своими деяниями, своими действиями может решить свою собственную судьбу. Это самый, что ни на есть, смысл, глубинный смысл слова беда. То есть человек и человеческие деяния, его поступки, его намерения, все, что он делает так или иначе, является фактором, является очень важным, играющим очень большую роль в жизни самого человека, в его судьбе. И здесь необходимо понимать, что речь не идет о тех причинно-следственных связях, которые известны каждому из нас. Например, трудолюбие. Трудолюбие играет, конечно же, роль в судьбе человека. Стремление к знаниям, к образованию, аккуратность, пунктуальность и так далее и тому подобное. Все эти качества играют определенную роль всем известную, известную всем нам в жизни человека, в судьбе человека. То есть они являются определенной причиной в судьбе человека. И сейчас речь не идет об этом. Речь идет о более глубинных причинах, которые нам неизвестны. И известны только Богу. И беда означает, что в зависимости от того, как будет поступать человек, в зависимости от этого, его судьба, его конец, завершение его жизни будет разным. Даже более того, длина его, длительность его жизни, вместимость его жизни, качество его жизни, благотворность его жизни, благодать его жизни, все это зависит от тех или иных поступков, причинно-следственную связь с которым мы не можем обычно уловить. Мы не можем уловить, какую же связь с причинно-следственную эти поступки играют своей продолжительностью жизни, например. Мы знаем, что неупотребление вредной пищи, вредных напитков и так далее влияет на длительность жизни. Например, сигареты влияют на длительность жизни. Об этом мы знаем, но мы не знаем о множестве других вещей, которые играют еще большую роль в этих вопросах. И беда означает, что исполнение этих деяний играет одну роль, неисполнение приводит человека к совсем другому результату, к другой судьбе, к другому концу. Наше время сегодня подошло к концу. Обсуждение данного вопроса мы оставим на следующее занятие. А на этом я с вами прощаюсь. Ва-саламу алейкум, ва-рахматуллахи и ва-баракяту. Продолжение следует...